Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжим наш разговор о короле Артура. Мы узнаем о том, как короле Артура покинул его самый могущественный союзник и друг Мерлин. Мы поговорим о кознях Морганы и о мужестве Сара Гавейна, но о многом другом. Итак, мы узнали, как король Артур, вопреки советам Мерлина, полюбил королеву Гвенерову, Геневеру, Гвиневеру. У него очень много разных имен в разных романах. Вы же понимаете, что Артуриана – это грандиозный цикл средневековых рыцарских романов, в которых возможны и искажения имен, и хронологии событий, и много чего еще другого. Вот здесь Артур в первый раз видит ее в окошке. Это одна из легенд о его свадьбе, когда по его просьбе Мерлин изменил его внешность, и Артур под видом такого простоватого рыбого парня пришел к ней в ее замок, чтобы посмотреть поближе на свою возможную невесту. Вот когда с него снимают эту шапку, тогда он становится самим собой. Вот как раз Гвенерва срывает волшебный колпак с корой Артуры, и вот он из рыбого парня превращается в красавца-мужчину. Ну, у Мэлори в его книге «Смерть Артура» этой сказки нет. Гвенерва, которую часто изображают либо белых, либо в зеленых одеждах. Она, возможно, это какая-то старинная древняя кельтская богиня-расительница отразилась в ее образе. По крайней мере, ее часто изображают, и они часто говорят, как красавицы, путешествующие по весенней Англии, мальским поездом в зеленых нарядах. Это вот ее тоже постоянный атрибут, зеленые наряды. И поэтому, да и по многим другим причинам, возможно, что в этом образе, повторяю, отразилась какая-то кельтская старинная богиня, связанная с весной, с растениями. Ну, сейчас это вначале необыкновенно верная и преданная, а потом неверная жена короля Артура. Вот здесь мы видим их торжественную свадьбу, их венчание. А это уже фокусы Мерлина, заяц, поднимающийся на небеса по канату. Много что придумал Мерлин, чтобы позабавить новобрачных. Но вот во время пира он предупредил гостей, чтобы они расселись по местам и не двигались, потому что сейчас произойдет что-то необычное. И вот вдруг вбегает в залу белый олень, вслед за нему по пятам белая сука, а за ним с великим лаем тридцать пар черных кончих псов. А бежал белый олень круглый стол. И когда пробегал он вдоль других столов, сука успела вцепиться ему в заднюю ногу и вырвала кусок. И олень оттого скакнула чайным скоком, опрокинула одного рыцаря и за тем столом сидевшего. Рыцарь поднялся на ноги, схватил белую суку, выбежал с нею из дворца, вскочил на коня и подскакал прочь неведомо куда. Вот здесь мы видим стадо псов, бегущих за этим оленем, рвущих его. Вот олень. Это тоже. Помните, Корой Пуил тоже встретил посланцев иного мира, Ануина как раз, который скакал в сопровождении белых псов с красными ушами. Вот Корой, Артур и Мерлин тоже столкнулись с иным миром. И не случайно на этой картине Мерлин, хотя избывается его предсказание, бледен. Потому что он встретил, встретит сейчас немую, владычицу озера, свою любовь. Ну, впрочем, обо всем по порядку. Вслед за исчезавшим оленем в зал на коне вскакала прекрасная всадница. Потом некий рыцарь неожиданно схватил эту всадницу и был таков вместе с ней, вскочил на коня. В самое время прискакал туда вдруг рыцарь в доспехах на могучем коне, сел и увез эту даму, как ни плакала и ни кричала. То есть, таким образом, на глазах у Артура у него из дворца украли белую суку, красивую даму, да еще неизвестно, куда убежал олень. Все это было непорядок. А точнее, порядок. Потому что это означало, что намечаются новые приключения. И Мерлин посоветовал королю Артуру отправиться в трех рыцарях на поиски пропавших двух пропавших животных и одной дамы. А еще, посоветовал Мерлин, должен позвать сара Тора и пусть он возвратит сюда суку или того же рыцаря, либо пусть убьет льго. А еще, видите, позвать храя Пеленора и пусть он возвратит даму и рыцаря, либо он пусть убьет льго. А что до оленя, то в погоне за оленем была поручена цару Гавейну. Ну, тоже у них были различные встречи, приключения, поединки. Во время этих встреч Гавейн проявил себя как некуртуазный рыцарь, как человек, который дорожит больше своими воинскими успехами, чем репутация куртуазного человека. Впрочем, Гавейн, как всегда, Гавейн, эта фигура архаичная. Он, этот человек, который, как я уже не раз подчеркивал, ревнитель старинных обычаев, в том числе и обычаев, связанных с кровной местью. Более куртуазным станет его оппонент, лучший рыцарь короля Артура сэрландсилотозерным, о котором мы начнем разговор на следующих лекциях. Так или иначе, Гавейн на стих рыцаря, который встретил рыцаря, который оплакивал оленя и убивал всех собак, которые его ранее разгневаны, что вот этих добрых собак убивает какой-то рыцарь, Гавейн вызвал его на поединок, одолел. Но когда рыцарь стал просить о пощаде, то вопреки законам рыцарства Гавейн отказался его пощадить. Тогда выбежала дама этого рыцаря, упала перед Гавейном на колени, пощадима его любимого. А Гавейн так взмахнул мечом, что отрубил несчастной даме голову, когда она пыталась закрыть своим телом своего друга. Все были в ужасе, в шоке, в том числе его брат Гахерис. Как так можно убить даму? Это величайший позор для рыцаря. Так или иначе, Гавейн справился со своим заданием вернул и рыцаря, и оленя, но за его неучтивость ему дамы короля Артура вынесли такое порицание, такой вердикт. Сильно разгневался король и королева на сэра Гавейна за то, что он убил женщину и по велению королевы был устроен над сэром Гавейном суд дам, и они присудили ему, покуда жив он, заступаться за всех женщин и биться за их обиды, и положили ему всегда быть учтивым и никогда не отказывать в милосердии тому, кто испросит милосердие. И поклялся сэр Гавейн на четырех ливаньях, что никогда не выступит во время женитьбы короля Артура. Ну, сэр Тор тоже встретил тоже различные приключения, тоже победил во всех своих противниках в поединках и вернул вот эту собаку, эту белую суку, так коварно похищенную из Камелота. И, наконец, приключение Пеленора. Вот эту даму, за которой он погнался, он нашел в сопровождении уже сразу двух рыцарей, которые сражались из-за нее. Один похититель, который утверждал, что я добыл ее силой своего оружия, благодаря своей доблести, и поэтому она моя. А второй рыцарь был ее родственником, который, естественно, за свою двоюродную сестру заступался. Тогда Гавейн предложил им сражаться с ним, потому что мне поручено королем Артуром, тогда король Пеленор, конечно же, не Гавейн, предложил сражаться с ним, потому что король Артур приказал мне доставить сюда эту даму, и я ее доставлю, что бы вы ни говорили. Что до вас, он сказал этому рыцарю-похитителю, то вы ее похитили не благодаря своей доблести, а потому что просто рыцари короля Артура сидели за столом и не успели вас остановить. в поединке вот этого самого похитителя Пеленор убил, он же был великим рыцарем, а двоюродный брат дамы отказался с ним сражаться, увидев его доблесть, и попросил только не творить над моей сестрой насилие, что Пеленор, конечно же, охотно обещал, потому что рыцарь, он был благородный. Ну, по дороге к королю Артуру Пеленор и дама подслушая разговор двух рыцарей, которые завидовали славе короля Артура и думали, как его отравить. Но Артур, эти угрозы не очень их испугали, потому что при дворе Артура был Мерлин. Так и иначе дама была доставлена и вот доставлена к королю Артуру и с момента ее возвращения началась история ухода Мерлина. Мерлин влюбляется в эту даму. Влюбляется ли она той самой легендарной владычицей озера и одной из ее спутниц. По крайней мере, как утверждает Мэлори, которая утверждает, что Мерлин влюбился в одну из спутниц владычицы озера, одну из ее приближенных. Ну, так или иначе, старый мудрец потерял покой от любви, потерял разум. Тоже такой классический, сказочный сюжет о мудреце, который и о силе красоты, которая оказалась сильнее, чем сила мудрости самого мудрого мудреца. Очень распространенный сюжет. Ну, в общем, Мэлори постоянно старался быть рядом своей любимой. Повторяю, в разных романах, посвященных Артуре, ее называют по-разному. Нинева, Немуя, Ниньяна, Вивиана, еще какие-то различные имена. Но все сходятся на том, что она боялась Мерлина, и поэтому боялась и впрямую ему отказать. Она потребовала от Мерлина, чтобы он научил ее своему искусству чародейства. И Мерлина ни в чем не мог отказать своей возлюбленной. Между тем, она заставила еще дать ей кятву, что он не будет ее соблазнять при помощи своих колдовских чар. И в этом он ей поклялся. Она потребовала, чтобы он отправился с ней в путешествие, и они отправились в путешествие по Британии, по Франции. Там они оказались в Бенвике. Бенвик, как я напомню вам, это владение края Бана, одного из союзников края Артура. Благодаря помощи края Бана и его брата Борса, Артур выиграл свою первую войну с 11-ми мятежными краями. Вот он побывал во владениях края Бана. Король представил ему своего маленького сына. Его жена была опечалена тем, что сейчас его мужу приходится вести страшную войну с королем Клаудасом, отступником, который хочет отобрать у них земли. Но Мэрлин успокоил ее, сказав, что их сын, сэр Ланселот, станет величайшим рыцарем в мире. И даже если какая-то беда случится с его мужем, то спустя 20 лет ваш сын отомтит за него. И, повторяя, лучше рыцаря, чем ваш сын, свет не будет знать. А в доказательстве того, что он говорит правду, Мэрлин сказал матери, что знает, как они назвали Ланселота изначально, что Ланселотом вы его окрестили позднее, а вначале вы его назвали Галахадом. Она очень удивилась, что эту Тальну, которую знала только она, ее муж, знает этот иноземный чародель. Тем не менее, еще вскоре Мэрлин решил, ну, понял, что приближается час его гибели. И чем ближе его гибель, тем более смутно он различает будущее. Здесь как раз мы видим Мэрлин в сопровождении владычицы озера подчеркивает по свету. А это он в последний раз возвращается к круглому столу. Он попросил ее, чтобы разрешение еще раз увидеть короля Артура, предсказать ему будущее, в том числе Граль, поиски Граля, которые суждены рыцарем круглого стола. Вот здесь печальный Мэрлин, предающийся горьким размышлениям о своей судьбе. Иллюстрация Бёртслия к Артуровскому циклу к книге Мэлори «Смерть Артура». Ну, о уходе Мэрлина различные артуровские романы рассказывают по-разному. У Мэлори все достаточно коротко и просто. И вот однажды он стал ей показывать великое чудо, великую пещеру в скале, прикрытую тяжелой каменной плитой. Она же хитро заставила его лечь под этот камень, чтобы она смогла убедиться, в чем заключается волшебная сила. А сама так наколдовала, что он со всем своим искусством уже не мог никогда поднять каменную плиту и выйти наружу. И с тем, оставив Мэрлина, отправилась в дальнейший путь. По другой легенде, кстати, здесь мы видим тоже иллюстрации Бёртслия, когда Мэрлин под каменной плитой. Есть еще такой вариант, что, научившись колдовству у Мэрлина, Немоя, здесь ее зовут Немоя, или Вивиана, создала башню тумана. И в этой башне тумана она заточила Мэрлина. Он не мог выйти из магического круга, созданного при помощи собственного же искусства, которое он так неосторожно передал своей коварной возлюбленной. Есть еще легенда, по которой Мэрлин и Немоя остановились однажды на берегу Большого озера, где были скалы, и Немоя пожаловалась, что нет хорошего места для ночлега. Мэрлин ответил, что есть такое место. Есть рядом чудесная обустроенная пещера, где есть красивые вещи, мебель, а еще рядом большая могильная плита, под которой лежат набальзамированные тела двух влюбленных, которых родители не давали жить, запрещая пожениться друг на друге, но которые нашли убежище в этой пещере. И после смерти они были похоронены под одной огромной плитой и покоятся здесь. Конечно же, волшебница захотела посмотреть на эту удивительную пещеру. Конечно же, она попросила Мэрлина приподнять эту плиту. А когда он уснул, Мэрлин был перенесен под эту плиту и тоже не мог из-под нее выйти. Иногда это владычество озера посылало к Мэрлину своего возлюбленного, чтобы он сообщал из-под плиты свои пророчества, которые он знал. Что до его пребывания в башне тумана, кто по этой версии его увидел сэр Гавейн и тоже слышал его некоторые пророчества. Есть еще версия, по которому Нинеана усыпила Мэрлина волшебным танцем. Вот как раз усыпленный Мэрлин. Накануне Мэрлин по ее просьбе построил в небе воздушный замок. Каменные плиты поднимались в воздух, ложились одна на другую. Потом был завораживающий танец, лишивший Мэрлина сил. И наконец Мэрлин очнулся уже в этом замке среди облаков, опять же окруженный магическим кругом, который он не мог преодолеть. И вот должен был там жить пока так, кто его не заточил, не решит его освободить. Тоже вот этот не совсем видный замок, окруженный туманом, расплывчатый волшебный замок, из которого нет выхода. И где остался Мэрлин. Артур был в отчаянии, он посылал многих рыцарей, чтобы они могли его найти. Но Мэрлина мало кто мог найти. И вот король богдемаус рассказывал, что он обиделся, согласно Мэллори, очень сильно обиделся, что король Артур посвятил в рыцаре круглого стола сына короля Пеленора Тора, который считался сыном свинопаса какого-то, то есть как бы пока король Пеленор не признал своего незаконного сына. В общем, король богдемаус был очень обижен Артура, отправился странствовать, куда глаза глядят, и вот тоже по дороге он наехал на скалу Мэрлина. И дальше поехал сэр Богдемаус навстречу многим приключениям. И случилось ему наехать на ту скалу, в которой приближенная владычица озера заточила под камнем Мэрлина. Услышав его громкие пени, хотел было сэр Богдемаус помочь ему и вызвать оттуда. Он подлез под каменную плиту, но она была столь тяжела, что и сотни людей не могла бы ее поднять. А Мэрин, услышав его, сказал ему, чтобы он оставил этот труд, ибо все тщетно. Никто не мог его вызвать, кроме той, которая его туда заточила. И подскакал король Богдемаус дальше, и много встретил на своем пути приключений. Выкатыв сэр со временем славным рыцарем и вернулся ко двору короля, и был возведен в рыцаре круглого стола. А короля Артура ждали новые приключения. К нему, к его двору прибыла его другая сестра Моргана, Моргана Лефей, фея Моргана, учившаяся колдовству среди неких монахинь в обители. Вот тоже другое изображение Морганы. Короева Моргана была женой короля Уриена. Я напомню, что король Уриен во время первой войны с мятежными краями воевал против Артура. Но восхищенный его мудростью, его токсическим искусством, тем, как он сумел перехитрить своих более опытных военном деле противников, король Уриен или Урий перешел на сторону короля Артура и с этого момента был его союзником. Что нельзя сказать о сестре Артура Моргане, Моргане Лефей, волшебнице, которая думала уже о том, как Артура погубить. Причины их вражды объясняются по-разному. Ну, просто вредные, тем более, что вы чувствуете, что в имени Морганы звучит имя одной нашей старой знакомой из ирландской мифологии, из Мариган, которая, подобно Моргане, вот эта страшная богиня смерти, могла становиться то чудовищем, то прекрасной женщиной, то животным, то старухой, и появлялась в различных образах. И Моргана тоже обладала вот этим даром превращений. По одной из версий она не могла простить королеве Гвенерве, что она вмешалась в ее личную жизнь. Вот здесь мы видим, как Гвенерва застала Моргану, воркующую на подоконнике с одним рыцарем, Геомаром, и вот чтобы не было разврата, то есть чтобы на глазах, можно сказать, всего двора Короева не изменяла своему законному супругу, краю Урену, вот этот Геомар был отправлен в такую почетную ссылку в какие-то дальние края. Ну, тогда еще Короева Гвенерва была хранитель, ревнительницей супружеских устоев. Позже станет иначе. Но это будет когда к двору Короя Артура прибудет Ланселот Озерный. Ну, так и иначе Моргана ненавидела Артура, не любила своего мужа и мечтала выйти замуж и возвести в королевское достоинство рыцаря Аколона Гальского, который был новым тайным любовником. И вот однажды Корой Артур, Корой Урен, и Аколон Гальский втроем гнались, преследовали оленя, под ними пали колни, но и олень тоже уже был при последнем издыхании. И вот они уже нагнали на берегу речки оленя. И вдруг Артур увидел приближающуюся к нему чудесную лодку, то ли хрустальную, то ли просто очень красиво украшенную. Он, конечно, у практического, у практика Мэлори, человек с таким земным практическим складом, это просто красивая лодка. Артур не боялся приключений, он шел им навстречу. Он сел в эту лодку, проснулся в чудесном дворце, то есть прибыл в чудесный дворец, где его хорошо приняли, угостили, напоили, уложили в кровать. Очнулся он от сна в темнице, связанной, закованной с окружением других рыцарей, которые тоже также томились в этой темнице многие уже несколько лет. Корой Уриен проснулся у себя дома и очень удивился, что был где-то далеко, а проснулся у себя дома, а Колонгальский проснулся тоже не так далеко, недалеко от одного монастырей, и его помощь вскоре будет нужна. Оказалось, что Корой Артур в плену у одного негодного рыцаря Дамаса, который хочет при помощи божьего суда лишь отобрать у своего брата половину наследства и хочет стать полным владельцем земли недвижимости своего отца. Но поскольку его брат рыцарь храбрый, достойный, благородный, то Дамас потерял надежду победить его в честном поединке, но ведь по законам большего суда одного рыцаря вполне может заменить другой. То есть, кто-то должен сражаться вместо Дамаса. И вот он требует у рыцарей, чтобы они сражались с его братом вместо него. А поскольку он человек подлый, неблагородный и коварный, его брат, наоборот, человек благородный, храбрый и хороший, то никто не хочет сражаться за этого негодного Дамаса, и рыцарь предпочитает сидеть в тюрьме, чтобы только не сражаться за этого негодяя. Ну, Артур решил, что я все-таки сражусь. При условии, что всех благородных рыцарей, которые вот томятся рядом со мной, немедленно освободят. Условие было принято. Стали готовиться к поединку. Артур потребовал свое оружие, меч Экскалибур с ножнами. Они ему были немедленно доставлены. Артур не знал, что меч и ножны поддельные. Что он зря доверил это драгоценное оружие своей сестре Маргане. Что она решила при помощи этого оружия убить Артура. настоящих Экскалибур с настоящими ножнами был вручен Аколону Гальскому, которому было предложено сражаться уже вместо брата Дамаса. Так получилось, что этот рыцарь был только что тяжело ранен на турнире. Он очень расстроился, потому что он давно хотел сразиться со своим братом и с тем, кто его заменит, но не находился соперника. И вдруг вот его вызывают, а он ранен. Ну, тут Аколон по совету Морганы вызвался, пообещал, что он сразился за него и поединок состоялся. И вскоре Артур увидел, что он проигрывает, что его меч не рубит доспехи, в то время мяч противника наносит льму рану за рану. Кровь лилась, и все удивлялись, как человек может так долго лять на ногах, иссякая кровлю. И тут произошло снова чудо. Вы помните, что Мерлина нет, но и таким образом функции волшебного помощника короля Артура должны были перейти к владычею озера. И они перешли. Вот она явилась вмешаться в поединок. Когда Артур уже готов был пасть, появилась владычеца озера, и экскалибур вылетел из рук Аколона Гальского и попал в руки королю Артуру. Вот здесь. Теперь он тут же отобрал у ошарашенного противника ножны. Вы помните, что ножны короля Артура тоже обладая магическим свойством. Более того, Мерлин говорил, что ножны в 10 раз ценнее меча, потому что пока на вас ножны, вас нельзя ранить. Теперь, овладев и мечами, и ножнами, он стал наносить Аколону разящие удары, и в конце концов тот был смертельно ранен. Но когда он узнал, что он сражался с королем Артуром, своим другом и своим сеньором, он был в отчаянии, хотя признался, что его возлюбленная фея Моргана хотела, чтобы я убил вас. И именно она вручила мне этот меч. Артур мечтал наказать Моргану, но он был тяжело ранен, и он решил вначале залечить свои раны. А пока он велел отвезти труп Аколона Гальска к Моргане, чтобы показали ей того, при помощи которого она хотела его убить. Моргана, думая, что Артур мертв, попыталась своей рукой убить своего мужа, спящего короля Уриэна. Вот ее сын, благородный сэр Эвейн, тоже один из очень важных персонажей наших легенд, хватает мать за руку, не дает ли убить своего отца. Она клянется ему, что она раскаялась, что она больше не будет. Вот так вот. Но тут она узнает, что Артур жив, что скоро ее ждет суд. И она понимает, что ей нужно как можно быстрее покинуть двор короля Артура. Она просит Гвенервы, которая заменяет Артура, пока его нет, отпустить ее, у нее срочные дела. Она получила важные известия из страны Гор, где она владычица. Она Гвенервы отпускает ее, но она перед тем, как отправиться в свою страну, идет в тот монастырь, где отдыхал раненый Артур, чтобы украсть его оружие, экскалибур и ножны. Но, к счастью, Артур спал, держав в руке рукоять меча. Поэтому все, что она могла украсть у Артура, это его ножны. Когда Артур проснулся, он был в ярости. Почему ко мне пропустили, Моргана спросил он? Ему слуги ответили, что мы не могли остановить твою сестру и королеву. Ведь Артур не говорил слугам о том, что он собирается судить Моргану, что она предательница, что она хотела его убить. Королеви с прислугами не отчитываются. Наверное, в данном случае лучше было бы к Артуру и отчитаться. Ну, так иначе, Артур приказал снарядить погоню, помчался вслед за своей противницей и сестрой. И когда Моргана поняла, что она что ее вот-вот догонит, она снова прибегла к магии. Она превратилась сама и превратила всех своих спутников в каменные статуи. Правда, перед этим она успела бросить в озеро воду ножны. И из воды появилась рука, трижды потрясла, как и должно быть этими ножнами, и скрылась в воде. Вот как раз здесь Артур и кто-то из его спутников бродят среди этих каменных статуй. Они-то подумали, что Моргану наказал Бог, что она вот так вот ей надо, и вернулись. Вот она как раз Моргана, каменная Моргана на каменном коне. Но едва погоня покинула Моргану, как она снова обрела свой прежний облик и вернулась и продолжила путь в страну гор. Вскоре она придя туда она стала укреплять свои замки, готовясь к возможной вольне с Артуром, не забывая о своих кознях. Вот одно из ее вот одна из попыток ее погубить Артура. Однажды к Артуру прибыла некая дева, которая от Морганы прислала ему чудесный плащ, вышит ее рукой, знак примирения, что пора нам прекратить нашу вражду, мы брат и сестра. Но владычица озера предупредила Артура об опасности, и он потребовал, чтобы сама девица одела на себя этот плащ. Она отказывалась, говорила, что не пристала мне носить королевское одеяние. Но Артур набросил ей на плечи, и тут же вспыхнул огонь, и девица погибла в страшных мучениях. Вот иллюстрация Бёртслия, тоже вот, где изображен этот вот эпизод, когда вот эта девица пытается вручить Артуру вот эту заколдованную мантию. по поводу случившегося Артур сказал, что он не сомневается в корее Уриене, тем более, что Моргана хотела его убить. А вот в ее сыре сыне Эвейне у него есть некоторые сомнения. И поэтому он велел Эвейну покинуть круглый стол, покинуть Камелот и не возвращаться до того, как Артур вновь ему не поверят. Гавейн, двоюродный брат Эвейна, сын Маргауза, был очень обижен за своего родственника и сказал, что раз изгоняют Эвейна, значит изгоняют и меня. И тоже удалился в изгнаниях. Книга Мэлори описывает скитания по различным землям двух рыцарей. Вскоре они нашли друга сэра Мархальта Ирландского, который вначале выбил обоих из седла. Мархальт был рыцарем намного превосходящим по силам и Гавейна, и Эвейна, и очень многих других рыцарей круглого стола. Вот что говорится о нем. Во французской книге причисляются те рыцари, которые одержали верх над сэром Гавейном, несмотря на всю его трижды А то были сэр Насилот Озерный, который всегда побеждал Гавейна, сэр Тристрам, сэр Борзганский, сэр Пресеваль, сэр Пеляс и сэр Мархальт. Эти шесть рыцарей одержали победы над сэром Гавейном. Впрочем, здесь Мелори тоже немного противоречит себе, потому что в его книге описываются и победы некоторых других рыцарей над Гавейном. Например, тот же Паламид Сарацин его несколько раз побеждал на различных турнирах. Я говорю, Паламид Сарацин это хороший рыцарь, просто не повезло ему, что его противником был Тристрам. Поэтому ему часто приходилось отступать и терпеть поражение. Ну, что до Мархальта, то он побеждал сразу и десятерых рыцарей. Это один из самых лучших и благородных рыцарей, как следует из книги Мелори. И опять же, страшнее Мархальту не повезло, что пришлось ли ему соседить в поединке с сэром Тристрамом, в котором один из них должен был умереть. Вы знаете, помните эту историю. Поединок Марольда в ранних вертих и Мархальта с Тристаном или с Тристрамом, чтобы Корнуэл не платил дань Ирландии. Поединок, в котором вот кто-то из них должен был погибнуть. И поэтому из которого началась слава Тристана. В книге Мелори описывается путешествие трех рыцарей, их приключения. Я приведу только один пример из приключений Гавейна, который встретил необыкновенного рыцаря-сэра Пеляса. Кстати, я его только что упоминал в числе тех шестерых рыцарей, которые побеждали Гавейна. Вначале этот Пеляс победил сразу десятерых рыцарей, которые напали на него. Потом вдруг смотрят Гавейна и видят, что эти десять рыцарей, которых он только что всех сразу выбил из седла, встали, оправились, в пешем напали на Пеляса, а он сидит неподвижно и не сопротивляется. Они стаскивают его с коня, связывают и возят в сторону соседнего замка. Потом на следующий день он появился из этого, вышел из этого замка этот рыцарь. Ну, Гавейна стало интересно узнать, что же за рыцарь, который с одной стороны такой храбрый и сильный, а с другой стороны вдруг так легко дал себя связать всем, кого он только что победил. Ему объяснили, что оказывается он, это рыцарь влюблен в даму, хозяйку этого замка. И вот сама же эта дама его всячески поносит, оскорбляет, не хочет терпеть. И вот он, чтобы только взглянуть на эту даму, чтобы оказаться с ней хотя бы на один день, вот под одной крышей быть, рядом с ней быть, он вот таким образом дает себя взять в плен. А потом его с позором, как я говорю, изгоняют из этого замка. Гавейн сначала предложил этому рыцарю свою дружбу, и предложил ему также свою помощь. Может быть, удастся все-таки помочь себя с вот этой дамой. Ну, Гавейн человек коварный и некуртуазный. Вот он заявляет этой даме, он надевает доспехи сэра Пеляса, и появляется к этой даме, что вот якобы я убил сэра Гавейна, вот его доспехи. Та очень удивляется, что нашелся кто-то, кто убил вот такого могучего рыцаря, и заодно избавил ее от всех его домогательств. Приглашает, начинает ли угощать, приглашает в шатер, ну, и дальше Гавейн, вместо того, чтобы помочь рыцарю, своему другу, с дамой, вместо этого сам становится ее любовником. то есть, можно сказать, предает своего друга. Когда Пеляс застает обоих в шатре, спящими после любовных ласк, он в гневе, он готов вначале убить предателя, но потом решает, что пусть этот рыцарь и вероломен, но я не стану убивать его спящих, ибо я никогда не нарушу правила высокого рыцарского ордена. И тем он ускакал прочь. Ну, заканчивается все вмешательством волшебной помощницы Владычицы Озера, которая сделала так, что сэр Пеляс разлюбил вот эту недостольную даму, а встав, в свою очередь, Этарда безумно влюбилась в него и умерла от любви к сэру Пелясу. Так вот ей и надо. А вот сам Пеляс, как сказано, станет возлюбленным Владычицы Озера, и она будет сли удерживать от различных опасностей. И поэтому, как сказано в самом конце этой знаменитой книги «Смерть Артура», именно Пеляс будет одним из немногих великих рыцарей, которые переживут гибель Артуровского королевства. «И сэр Пеляс был славным рыцарем и был одним из четырех, которые достигли святого Грааля». Это тоже противоречие Мэлори. Грааля достигнут сэр Галахат, сэр Пресивали, сэр Борс. Никто не говорит, что его Пеляс достигнул в дальнейшем. А Владычица Озера чарами своими устроила так, что ни разу не пришлось ему сразиться с сэром Ланселотом Адерном. Когда сэр Ланселот сражался на каком-нибудь турнире или в битве, она устроила так, что в тот день там его либо вовсе не было, и он выступал на Ланселотовой стороне. Такими были приключения Гавейна, Ивейна и Мархальда, которые, вскоре вернуясь к королю Артуру, заняли свои места за круглым столом. Артур посвятил Мархальда в рыцаре круглого стола. Позже, как вы знаете, как я уже говорил не раз, Мархальд погибнет отмечать Рестрава, а у Гавейна будут еще множество других приключений. Одну из них описывается в староанглийской поэме «Сэр Гавейн и зеленый рыцарь». Написана она около 1400 года, хорошим, повторяю, староанглийским диалектом, и описывает сюжет, который целиком полностью отсутствует в книге Мэлори «Смерть Артура». Это исключительно книга, это исключительно сюжет вот этой небольшой но знаменитой поэме. Однажды ко двору короля Артура прискакал рыцарь с зеленой кожей, в зеленой одежде, на зеленом коне, с зеленой веткой в руке, вот этот зеленый рыцарь, который потребовал, бросил вызов рыцарям короля Артура. Нельзя среди вас хотя бы один рыцарь, который согласится нанести мне удар, чтобы через год принять от меня такой же, и он предложил свой большой тяжелый топор. Никто не хотел наносить удар неизвестному рыцарю, но Артур приказал сделать это сэру Гавейну. Тот взял в руки топор, зеленый рыцарь отбросил свои зеленые волосы, прочь с шеи, и тут и сэр Гавейн могучим ударом отрубил голову неизвестному ему рыцарю. Но, как вы видите, тому это вовред не пошло. Он просто взял свою голову в руки и напомнил сэру Гавейну, чтобы через год тот ждал его, тот нашел бы, должен его найти в зеленой часовне. Там я нанесу тот удар, который вам причитается. Через год Гавейн, когда год подходил к концу, Гавейн отправился на поиски зеленой часовни в Северный Уэльс. Искал он ее очень долго, никто не мог ему ничего найти, ничего подсказать, пока не нашел, не встретил небольшой, красивый замок, хозяин которого проявил к нему дружелюбие, гостеприимство и предложил ему пожить в его замке. Гавейн ответил, что мне нужно через три дня быть в зеленой часовне. А зеленая часовня, говорит хозяин этого замка, всего в двух часах везде от моего замка. Так что оставайтесь пока у меня. Ну, конечно, Гавейн не спешил и предпочел себе, может быть, последние три дня своей жизни привезти в гостеприимном замке незнакомого ему благородного рыцаря. Гавейн решил поспать подольше, а рыцарь любил с утра уезжать на охоту. И вот он предложил Гавейну веселый договор. Все, что я добуду на охоте, я буду отдавать вам, а все, что вы добудете в моем замке, вы будете отдавать мне. Они дали друг другу эту веселую клятву. А едва настало утро, и хозяин скакал на охоту, хозяйка замка, его жена пришла к цару Гавейну, села к нему на посей, стала говорить о любви. Гавейн все сводил к шутке. В конце концов, они расстались на том, что Гавейн подарил даме поцелуй. Когда хозяин вернулся, он подарил, вручил Гавейну всяких там лисиц, другое зверье, которое он наловил, а Гавейн поцеловал его. А где вы раздобыли этот поцелуй, спросил хозяин. А об этом не договаривались, ответил царь Гавейн. И так они, шутя со смехом, прошли к обеденному столу. Наутро все повторилось. Снова дама пришла соблазнять Гавейна. И на этот раз все ограничилось двумя поцелуями, которые Гавейн, честно, как честный человек, вернул хозяину, когда тот вернулся. На третий день дама была особенно настольчива. Она говорила, что неужели не случится такое, что мне... Я бы всю жизнь вспоминал обо том, что когда-то меня держал в своих облятиях благородный царь Гавейн. Гавейн отвечал ей, что вы дама моего друга и что я не могу позволить себе такое бесчестие. Тогда она его трижды поцеловала, но и кроме того предложила в подарок зеленый шнурок. Гавейн ответил, что я не могу найти этот шнурок на турнирах, потому что по той же причине, что вы леди моего друга. Она ответила, что этот шнурок можно носить и под доспехами, и под одеждой, потому что он обладает таким свойством, что тот, кто его наденет, не может быть никоим образом убит. И вот Гавейн решил, что такой шнурок ему как раз сегодня, кстати, ибо он сегодня должен был ехать на, можно сказать, на верную смерть. И отдав хозяину замка три положенные ему поцелуя, шнурок сохранил у себя. И вот он нашел зеленую часовню, и вот разъяренный рыцарь, который громко начал кричать, а это вы, Гавейн, я вас давно уже ждал, сейчас вы, я нанесу вам смертельный удар, ложитесь на этот камень. Гавейн лег, тот взмахнул топором, и топор остановился рядом с шеей Гавейна, когда тот вздрогнул. Такой-то вы храбрец, вы дрожите от моего удара. В следующий раз я не дрогну, пообещал ему Гавейн, хотя мне не так легко будет вернуть голову, как вам. Он снова взмахнул топором интернет, раз Гавейн действительно не дрогнул. Рубите, неужели вы так боитесь убить безоруженно, сказал Гавейн. Так, получай же этот удар, закричал зеленый рыцарь, взмахнул топором, и третий раз топор слегка оцарапал шелью сэра Гавейна. Тогда тот вскочил, вы нанесли мне удар, теперь я могу с вами сражаться. Он выхватил свой меч, но рыцарь стоял спокойно и не спешил с ним в бой. Неужели вы ничего не поняли? Вы эти три дня провели в моем замке, и моя жена соблазняла вас по моему приказу. И если бы вы повели себя с ним не так благородно, ваша голова лежала бы отрубленная здесь, но вы не вернули мне шнурок, который обещали швырнуть, и поэтому ваша шея была все-таки оцарапана во время его третьего удара. Оцарапана она была слегка, потому что любовь к жизни, ради которой вы не вернули этот шнурок, это маленький грех, и его я вам прощаю. Гавейн так, Гавейн расстался с зеленым рыцарем, который признался, что он действовал тоже по научению феи Морганы, пытавшись испытать рыцарей круглого стола. Вот здесь перед вами были современные рисунки, это средневековая миниатюра, которая как раз изображает зеленого рыцаря со своей головой удаляющегося из камелота. Вот таково одно из самых знаменитых приключений сэра Гавейна. На следующей лекции мы встретимся с, наверное, самым главным, самым знаменитым персонажем артуровских легенд сэром Ланселотом Озерным, лучшим из рыцарей, самой, наверное, интересной и яркой фигурой средневековых легенд. Но это будет на следующей лекции. Всего вам доброго. лекции